здравствуйте вы на канале у владимировны вкусно сегодня я хочу поделиться рецептом торта ветка может кто-то его уже и знает вспомнит потому что это торт давний этот торт фабричный но у нас на сегодняшний день все одомашнивается поэтому его легко можно приготовить домашних условиях он состоит из бисквитных коржей и один корж киевского торта бисквитные коржи смотрите у меня по ссылочке видео есть а этот корж мы сейчас с вами вместе и приготовим для этого мне понадобится 4 белка добавляем сюда щепотку соли и взбиваем сначала на маленькой скорости потом увеличить добавляем сахар а а а а белки готовы теперь сюда добавляем две столовые ложки крахмала крахмал необходим потому что эти коржи должны быть сухие а он убирает всю жидкость теперь сюда добавляем орехи у меня грецкий орех где-то 150 граммов и так же перемешиваем так вот я все перемешала теперь мы пол порции вот сюда поместим в эту формочку почему можно и целую порцию просто я готовлю два торта поэтому я буду делить на две порции вы можете одну и она будет у вас просто выше и может даже и лучше если кому интересно посмотрите там есть у меня видео киевский торт я приготовила вот так они там такие больших два коржа ну а здесь пол порции то от киевского того торта вот я половинку еще пол порции я еще делю на половину порции потому что он киевский торт который у меня он идет на 8 белков у меня здесь четыре я вот четыре еще поделила на два но все равно он поднимается он будет все равно высокий и будет очень-очень даже ничего теперь я помещаю в духовку духовка у меня электрическая 150 градусов значит должна быть включена конвекция и кроме этого всего нужно духовку приоткрыть совсем чуть-чуть где-то на палец для того чтобы все таки оттуда влажность выходила вот это я сейчас и помещу духовку вот такой у нас получился корж сухарик безе дальше я буду делать бисквитные коржи и так подводим итоги у меня в наличии три коржа первый бисквитный корж я разделила на две равные части его нужно обязательно смочить сиропом я сделала сироп с вареньем и кипяченой водой можно просто кипяченой водой так как у нас бисквиты сладкие можно добавить сахаром и третий корж это безе которая подсушила для того чтобы из этих трех коржей сформировать торт нам еще нужен крем вот первый корж крем я сделала заварной он у меня есть по ссылке и два крема я буду делать один будет со сгущенкой это у меня 200 граммов масла и нужно сюда добавить 200 граммов сгущенки второй крем будет сахарной пудрой эти крема два пойдут вовнутрь а вот этот сахарной пудрой пойдет наверх для украшения потому что он должен быть более стойкий и таким образом я начинаю делать крем первый крем вот у нас будет со сгущенкой сгущенку нужно вводить постепенно чтобы у нас там ничего не свернулась немножко ложкой а потом блендером прокручу с миксерной насадкой венчиком чем больше мы введем тем он будет жиже поэтому переусердствовать нам не нужно достаточно чтобы у нас не отделилась масло и второй крем второй крем у нас будет с сахарной пудрой этот крем 2 можно какими-то добавками украсить смысле краску добавить смотря что будет наверху торта я собираюсь сделать веточку и цветочек сейчас буду смотреть как у меня будет получаться так как у меня торт ветка называется поэтому меня должна присутствовать ветка так как у меня торт ветка эти крема удобно и самое главное чтобы было мягкое масло добавил и все теперь я это же самое сделаю и с этим вот и все сейчас попытаюсь принарядить настал последний этап когда наши коржи нужно покрывать кремом бисквитные коржи сначала увлажняем потом покрываем кремом первый корж мы покрываем кремом заварный второй корж мы покрываем кремом который со сгущенкой а украшение это крем который состоит из масла и сахарной пудры мы в нее добавляем цвета и таким образом делаем рисунок на нашем корже знаете с чего я краску сделала пожалуйста со свеклы я вам рекомендую натурпродукт цвет веточек у нас сок шпината вот такой у нас получился торт ветка вот такой у нас